Счастливая любовь А тема сегодняшней передачи Как опыт предков влияет на нашу судьбу и на наши отношения И поможет нам разобраться с этой темой Кандидат психологических наук Преподаватель психологии Практикующий психолог Танцтерапевт И сертифицированный специалист по структурным расстановкам Татьяна Викторовна Дубинина Здравствуйте, Татьяна Викторовна Катенька, здравствуйте Рада вас видеть Очень хочется обсудить эту важную тему Как предки влияют на нашу жизнь Но прежде чем приступиться к этому вопросу Хочется немножко поговорить о том методе Которого мы неизбежно коснемся Это метод семейных расстановок Расскажите, пожалуйста, по-простому Как вы увидели вот эту связь между опытом предков И судьбой человека Как вы познакомились с этим методом и пришли И что это за метод? Метод расстановок Чаще всего Этот метод связывают с его автором Бертом Хеллингером Иногда даже говорят расстановки по Хеллингеру Я с этим методом познакомилась Наверное, лет 15 назад И когда я увидела первую в своей жизни расстановку Ее делали не мне, это было в группе Я была ошеломлена У меня уже было 15 лет за плечами В практической психологии И я поняла, что глубина этого метода Его потенциал И особенно вот эта скорость С которой возможно очень глубоко посмотреть На проблему На запрос клиента На причину того, почему это происходит Вот это меня до сих пор поражает в этом методе Он очень широко распространился С одной стороны, это дань моде А с другой стороны, Россия буквально как страна Нуждается в этом методе Абсолютно согласна Если в общих чертах описать На чем строится вот этот метод Как становится видимым опыт предков И как происходит исцеление Как становится видимым опыт предков Начнем с этого Постараюсь максимально понятно Дело в том, что квантовые физики доказали Что в одной точке пространства Есть информация обо всем Конечно, вот обычным человеческим умом Это не постичь Это какая-то мистика Но это так Метод расстановок Имеет дело с информационным полем Все есть информация Все есть энергия И если в одной точке пространства Есть информация обо всем То в этой точке пространства есть информация и о семейных историях рода. Далее я хочу сказать о таком явлении, как поле. Пойдем чуть в сторону от расстановок. Практически все, кто заканчивал хотя бы среднее профессиональное образование, они слышали про такое имя, как Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа. Так вот, его ближайший ученик Карл Юнг ввел в науку, в психотерапевтическую практику такое понятие, как коллективное бессознательное. Поаплодируем Юнгу за это, потому что почему-то в концепции Карла Юнга защищаются диссертации и никто не говорит о том, что это ненаучно. Так вот, когда мы говорим о методе расстановок и используем слово и феномен поля, по большому счету, это поле является коллективным бессознательным рода, в котором родился человек, реально родился. Но то, что у нас у каждого тысячи предков, никто оспаривать не будет. И далее, как в этом поле, в коллективном бессознательном рода мы видим влияние каких-то событий в жизни предков рода на конкретного человека, на потомка. Это происходит через феномен так называемого замещающего восприятия. Что это такое? Когда клиент называет свой запрос, тем самым он выражает свою готовность посмотреть, поразбираться с этой проблемой, расстановщик выбирает заместителя клиента, то есть выводится из группы человек, который является заместителем клиента. И, предположим, в зависимости от запроса выводится еще там мама клиента, может быть там старший брат клиента. И с этого начинается расстановка. Я сейчас говорю вот про такой формат расстановок, который нам предложил Борт Хеллингер. Сейчас имеется масса модификаций проведения расстановок, в том числе без реальных заместителей. И что происходит? Когда человек выводит заместителем, через его тело, как материальный объект, начинает проходить информация, имеющая отношение к роду клиента и к обозначенному запросу. Вот этот феномен замещающего восприятия, он, конечно, удивителен. Может быть, после нашей с вами встречи попробует найти в интернете и посмотреть с экрана расстановку с заместителями. У кого-то будет ощущение, и я знаю, и об этом мне тоже говорили, например, там знакомые моих клиентов, что это что, это гипноз, как это они там двигаются. Но это никакой не гипноз. Более того, для того, чтобы расстановка прошла максимально экологично, и поле действительно начало проявляться через тела заместителей, сам расстановщик должен быть в состоянии максимальной нейтральности. То есть тут ни о каком целенаправленном влиянии на заместителей, которых вывели в поле расстановки, вообще не может быть и речи. Этим, кстати, отличается грамотный расстановщик от, так скажем... Начинающего. Начинающий тоже они... Все мы когда-то начинали, я с большим уважением отношусь к начинающим. И через тела заместителей начинает проявляться динамика. Они, люди, начинают как-то двигаться. Возникает желание куда-то посмотреть или не посмотреть. И вот как раз движения заместителей позволяют увидеть те аспекты жизни семейного рода, которые, скажем так, до вот этой расстановки были, может быть, никем... Никто туда не посмотрел с нужным вниманием. В общем-то, что такое поле семейного рода, да? В первую очередь там находятся непрожитые и, как правило, тяжелые чувства наших предков. Тяжелые чувства наших предков, какие угодно, да? Боль, ревность, стыд, вина, горевание, да? Агрессия, тоска, непринятость, забытость. Самые разные человеческие чувства. И когда в своей автобиографии предок не смог с этим совладать, потом, ну, прошло время, да, он просто ушел с нашей земли, он умер. А вот это чувство непрожитое, оно остается в родовом поле, как такая стоячая волна. Как стоячая волна. И она продолжает быть, несмотря на то, что время идет, рождаются другие люди. И эта стоячая волна, она влияет на все то, что происходит дальше в семейном роду. И через жизнь какого-то потомка эта стоячая волна буквально материализуется. То есть проявится в виде эмоциональных состояний, в виде какого-то поведения или принятых решений. А как эта волна выбирает, к какому конкретно потомку пришло время посмотреть? Есть какая-то логика или это случайно происходит? Все, конечно, в нашем мире происходит по принципу резонанса. Это не мной, да, сформулированное утверждение. И наверняка оно доказано физиками. Мы только обнаруживаем это уже на уровне феномена. Что вот этот запрос, эта проблема клиента связана вот с той болью в родовой системе. Почему именно через него, а не через его родную сестру или двоюродного брата сказать невозможно? Единственное, я точно знаю, я об этом читала, я это вижу в своей практике, что вот если эта боль в роду каждого из нас есть много очагов такой боли. Много. То есть мы все на службе у своего рода. Но вот когда эта боль очень серьезная, глобальная, может быть, она затрагивает даже не одного человека, а группу людей, да, то есть тенденция этой волне, этой боли проявляться в каждом поколении. Это не идет прям по прямой, что там прадедушка, прадед, да, отец и сын. Это может идти через двоюродных родственников, возвращаться. То есть вот траектория бывает такая, не прямая. То есть это не генетическое наследование. Поняла. Это информационный изонанс. А вот если у кого-то сейчас до сих пор живы бабушки, дедушки, вот как профессиональный остановщик, вот вы бы что порекомендовали людям, пока живы бабушки и дедушки, у них спросить, чтобы понимать вот эти, ну, чтобы было больше понимания и ясности, какие динамики могут проявиться в твоем роду? Ну, особенно важно узнавать о каких-то сложных событиях семьи, тяжелых обстоятельствах. Кстати, об этих как раз тяжелых обстоятельствах часто люди стараются не говорить, они стараются это скрывать. Плюс, ну, работает же такое еще как вытеснение, то есть на уровне психологической защиты конкретного человека. Вот он прожил это, он был участником каких-то событий, и дальше он живет, а его психика просто вытесняет, он что-то забывает, чтобы так легче вообще совладать с этой ситуацией. Но забывая какие-то обстоятельства тяжелые, они, к сожалению, от того, что мы их забыли или намеренно утаили, они не разрешаются. В смысле, те чувства, которые там заблокированы, они продолжают быть заблокированы. И если говорить о расстановках, то достаточно, то есть не распутывать там кто, кому, когда, почему, мы этого никогда не узнаем. Потому что очень важен еще контекст тех обстоятельств, в которых это все происходило. Поэтому те из нас, кто имеет возможность обратиться к своим старшим, я советую просто слушать и с максимальным уважением принимать все то, что будет сказано. С максимальным уважением. Вообще вот этот вот внимание, взгляд на историю рода с уважением в душе – это как раз то, что и является исцеляющим механизмом в методе расстановок. И я хочу вспомнить об открытии квантовых физиков. Мне это тоже как расстановщику позволяет понять, что же на самом деле происходит. Вот мы с вами начали говорить вот об этой стоячей волне тяжелых чувств. Так вот, квантовые физики однажды сделали открытие, причем это открытие, как и многое в науке, произошло через, ну, такой некий казус. Была определенная установка, в которой была помещена элементарная частица, и физики изучали движение элементарной частицы. Все это постоянно фиксировалось, ну, с помощью какого-то прибора. И когда лаборатория закрывалась вечером, все уходили домой, забыли выключить этот аппарат, фиксирующий движение частицы. И каково же было удивление специалистов, когда они утром пришли и обнаружили, что пока в лаборатории никого не было, то есть не было субъективного наблюдателя, не было сознания наблюдающего, то вот эта частица, она вела себя как волна, вот эта стоячая волна. То есть как только появился наблюдатель, моментально фиксироваться стало, что частица начала вести себя как частица. И вот когда мы, субъективные наблюдатели, конкретно представители рода, даем внимание в это место непрожитой боли, эта стоячая волна, она превращается в частицы, то есть она материализуется и происходит трансформация, трансформация боли в любовь. Хочется еще вот просто понять, как мне вот человеку, который может быть не знает историю рода, все ушли, я не могу провести параллели какие-то с историей своего рода и своей, как мне вот понять, что пришла волна, по каким проявлениям моей жизни я могу понять, что пришло время с уважением посмотреть на какую-то историю? Я бы сказала так, стоит всегда смотреть с уважением, всегда и не ждать этой волны. Это первое. Это наиважнейший навык. Вдруг прям обнаруживаешь, в какой каждый из нас находится связи, взаимосвязи, видимой и невидимой, совершенно неочевидной, со своими предками. Вот иногда приходят на консультацию или даже уже сразу на расстановке молодые женщины, у которых не складывается создать длительные отношения. Конечно, возможно, эти отношения, желательно, чтобы еще завершились официальным раком, но даже длительные отношения они не могут создать. То есть очень часто бывает, например, понимая, что эта молодая женщина, она всегда находится в роли, ну, в каком-то любовном треугольнике. То есть она в роли любовницы. Вот на какой-то небольшой такой, да, срок, и потом все, отношения завершаются, и потом появляются аналогичные, похожие отношения. Очень часто это происходит именно потому, что вот эта молодая женщина, она большую часть своей энергии отдает не партнеру, мужчине, а она находится в жесткой сцепке с какой-то болевой ситуацией своего рода. И получается, что когда встречаются мужчина и женщина, ну, я сейчас говорю про женщину, это может быть точно так же и у мужчин, здесь пол вообще не влияет никак. И вот когда женщина находится в очень сильном, ну, на языке расстановок, это называется переплетение, то есть она стоит не на своем месте, а она энергию, получаемую ею от рода, отдает туда, в тяжелое место боли кому-то. Она находится в переплетении, и мужчина, который с ней встречается, он все время недополучает. Более того, и она не может быть в более близких отношениях, хотя она их на уровне ума очень жаждет. Она стремится, но она как бы вот так и туда, вот так и туда. Энергетически это так выглядит. И очень часто, когда вот такой запрос звучит, я рекомендую делать этому человеку расстановку, и в огромном количестве процентов мы видим в процессе расстановки, что да, это жесткая сцепка есть, человек стоит не на своем месте в роду, и когда вот это переплетение, из переплетения человека можно вывести, и он встанет на свое место, на место того потомка, который живет в 2022 году, ему вот столько лет, и он потомок, а они предки. Ну вот правильный порядок. Правильный порядок, да. Вы задали какой-то вопрос, и я от него чуть-чуть ушла. Про то, как понять, что пришла волна, то есть через что это может, то есть про невозможность создания близкого контакта, то есть вот эта невозможность, это можно... Вообще, когда в нашей жизни в автобиографическом, да, вот плане повторяется одна и та же ситуация, неблагоприятная для нас, это может быть что угодно. Невозможность создания длительных партнерских отношений, это может быть какая-то ситуация насилия, которая сопровождает буквально человека, то есть он из одной ситуации в другую переходит, или какое-то отвержение этого человека. Вот он на одну работу пришел, его там отвергают, на другую работу приходит, или там в школе это тоже было. Вот когда одна и та же ситуация повторяется, или вдруг начала повторяться, то вот здесь можно задать вопрос, а не идут ли через мое тело, через мою биографию, через меня динамики рода, которые, ну вот такие тяжелые динамики, которые и не позволяют мне жить свою жизнь. Еще одним индикатором, то есть вот повторяющиеся события, да, и еще один индикатор, когда можно предположить, что волна пошла. Когда вот обстоятельства, в которых находится человек в конкретный момент времени, это всего лишь крошечный повод, они никакие не тяжелые, они никакие не интенсивные, но человек выдает невероятно интенсивную реакцию. Ну просто невероятно интенсивную. Откуда? Откуда? Может быть оттуда? Вот есть такое правило в психологии, причем я его прочитала вообще в контексте нерасстановочном, правило 9 десятых или 1 десятая. Ну это правило про травмы, конечно, но однако, что та эмоциональная реакция, ее интенсивность, которую вы проявляете или проявляет ваш партнер в ситуации, только 1 десятая имеет отношение вот к тому, что здесь происходит. А 9 десятых, это или автобиографические травмы этого человека, то есть ему уже кто-то наступил, ему уже кто-то там что-то сломал, и вот, а мы просто раз, чуть-чуть надавили на больную мозоль, мы даже не ожидали, что будет вот такая реакция. И тут, конечно, вот это правило 9 десятых, это значит, что пожалейте тех, кто рядом с вами, они не виноваты настолько. Я прям обращаюсь сейчас ко всем родителям, ко всем супругам, причем родителям не только маленьких детей, но и взрослых детей, то есть мы часто выливаем на своих близких огромное количество интенсивных, отрицательных эмоций, хотя они, ну не они причина этой интенсивности, причина этой интенсивности или наша автобиографическая травма, которую мы помним, или тоже по каким-то причинам она у нас, да, забылась, или это травма наших предков. Хочется добавить чуть-чуть контекста и каких-то более конкретных вещей. Вот вы классно привели пример, когда про женщину, которая не может встретиться с мужчиной, да, в контакт войти, в длительный, долгосрочный. Вот, например, одна из таких тоже болей в семейной жизни, в отношениях, в отношениях с детьми, это, например, когда люди очень хотят ребенка, но он вот не приходит в семью. Может ли это быть, например, ну вот как пример рассмотреть, да, такой динамики? Какая, например, история может за этим стоять, родовая, да, какая динамика может происходить за такой, за таким симптомом, грубо говоря? Особенно поражают ситуации, когда люди, ну, партнеры, желающие ребенка, обследовались у врачей, и врачи говорят, все хорошо, вы здоровы, но ребенка нет. Вот, динамик стоящих за этим может быть очень много. В самом общем виде я могу сказать так, что, видимо, можно предположить, кстати, бывает так, что люди разводятся, и в других отношениях у них рождаются дети, причем у обоих партнеров. Встретились два человека, и динамики рода каждого настолько тяжелы, что ребенок, который может у них появиться, он уже оказывается в таком тяжелом переплетении с динамиками кого-то из родителей. Ну, в общем, такое, вот, есть слова, да, неудачное сочетание генов, с этим мы как-то уже, ну, понимаем про это, даже не разбираясь в генетике и в медицине, но бывает вот такое неудачное сочетание родовых динамик, при этом, что делать таким людям? Ну, если есть возможность, помимо, безусловно, каких-то медицинских способов, психологических, если есть возможность, попробуйте сделать расстановку. То есть, конкретно, что явилось причиной сбоя, вот так сказать нельзя. Мы каждому эксперту предлагаем поделиться какой-то самостоятельной практикой, которую там можно без специалиста самому сделать, чтобы вот в контексте истории рода как-то стало чуть-чуть полегче. У вас есть какая-то рекомендация, что можно было бы человеку самому сделать, чтобы... Ну, одна из таких практик чудеснейших. Иногда человеку делаешь расстановку, а потом он говорит, я вот хожу и чувствую у себя за спиной род мамы и род папы. И это может быть самостоятельной практикой. Независимо от того, знаете ли вы своих родителей, помните ли вы их, независимо от того, живы ли они сейчас, вы можете просто представлять у себя за спиной свою маму, своего папу, а за их спинами их мамы, папы, ваших бабушек и дедушек, а за спинами ваших бабушек и дедушек их родителей, ваших прадедов и прабабушек и так далее. Вот это очень хорошая практика. Она позволяет, во-первых, чувствовать энергию рода, чувствовать поддержку и помнить о своем месте в роду, о нашем месте в роду. То есть за спиной у нас должны стоять наши предки, а мы идем навстречу своей судьбе, своим партнерам, своим будущим детям и своим, конечно же, делу. Вот это одна из практик. Вторая практика, это скорее внутренний вопрос, но он очень важный. И он касается уважения, динамик не только своего рода, но и рода любого человека, с которым мы вступаем во взаимодействие. То есть это может быть не наш родственник, это может быть даже наш коллега. Когда человек по отношению к нам ведет себя плохо, можно про себя просто спросить, что за страшную боль ты испытываешь, для облегчения которой ты причиняешь боль мне. И когда мы задаем этот вопрос, мы, как ни странно, начинаем большее уважение, мы как свидетель, давать той динамики, которая сейчас хлещет и вырывается вот в таком плохом поведении у этого человека. Вот это вот еще одна, но на мой взгляд, очень важная психотехника, и она тоже про уважение. Про уважение я просто вот предполагаю вопрос, который может прийти, что вот допустим, если в родительской семье, ну реально все было плохо. Да. Вот прям беда. Да. И когда человеку предлагают с уважением, отнестись к своим родителям, он, мягко говоря, немножко сопротивляется, и непонятно, где вот эту точку найти, если вот реально есть опыт плохой, плохой жизни в семье, как вот это, откуда черпать это уважение? Начнем с того, что наша психика, она, психика человека, любого, она необычайно ресурсная, пластичная, и я знаю судьбы огромного количества людей, у которых было невероятно тяжелое детство, и передо мной сидели адекватные, здравые, здоровые, ищущие люди. То есть даже при тяжелом детстве мы умудряемся компенсировать тот негатив, который был, и идем дальше. За счет чего? Во-первых, за счет судьбоносных людей, которые нам все равно встретились, например, помимо той автобиографической драмы, с которой мы вышли. судьбоносные люди, которые поддержали, которые что-то сказали, которые сопровождают рядом. И особенно здорово, если таким судьбоносным человеком окажется просто кто-то значимый старший. Это может быть даже просто на 5 лет старший друг какой-то или коллега по работе. И еще, если вернуться к предкам, родительская семья была тяжелая, жизнь у ребенка была сложная. Опять же, почему родители так себя вели? Вообще, вот еще один очень важный тезис. Если вы вот его запомните, то становится легче жить вообще. Каждый человек, в том числе наши родители, ведет себя наилучшим способом, на который этот человек способен в данный момент времени. то есть если наши родители их так лихорадило по жизни, то мы, как и взрослые дети, можем лишь только предполагать, в какой боли возможно они росли и куда они, ну какая боль рода через них вот таким образом проявлялась и отражалась в автобиографии вот этого растущего ребенка. у каждого из нас, у наших предков огромное количество сбоев, но в роду вашем, в моем, в роду каждого человека есть люди, есть предки способные, которые были способны любить, которые были очень целостны, которые были ресурсны, и вот что делать, куда смотреть с уважением, а вот смотреть, знать, что, несмотря на то, что вот есть такие родители и они, возможно, живы, они как-то там докучают, может быть, даже нашему взрослому уже человеку, их ребенку, смотреть сквозь родителей вот туда, на ресурсных предков, вот туда смотреть, вот прям там черпать, ведь иногда же так бывает, да, ой, почему-то сейчас это пришло, что вот иногда мы ездим там в горы, да, или мы ездим к морю, мы едем в ресурсные места, так вот в роду каждого из нас есть такие ресурсные места, ресурсные фигуры, у которых можно брать эту поддержку и любовь и туда смотреть с уважением, а там смотришь, туда начал смотреть с уважением и как-то родители уже не кажутся такими нехорошими, вот, и при этом, конечно, если есть такая очень серьезная автобиографическая травма, полученная от мамы или от папы, некоторых родителей можно принять только на расстоянии, только на расстоянии, и вот найти это расстояние для себя в душе и вот с этого расстояния попробовать на них посмотреть, возможно, вот этого негатива, который привычно возникает, когда человек думает о них или вынужден с ними общаться, когда это будет вот другая дистанция внутренняя, то и негатив начнет уходить. У меня вопрос к вам сейчас даже нисколько может быть к терапевту, как к маме. Когда вы начали исследовать влияние рода, все вот эти истории, практиковать как расстановщик, как изменились ваши отношения с дочками, что-то ли изменилось, и как-то вы интегрируете вот эти знания про родовые динамики, про то, как это все важно в свою систему воспитания? Вы знаете, когда я начала заниматься расстановками, во-первых, это повлияло на мой род, на род моего папы, на род моей мамы. Ну, например, мама со своими родными сестрами нашли свою родную сестру, которая была отдана во время, ну, когда она родилась, она была отдана уже в роддоме другим бездетной паре. Родовая система стремится к тому, чтобы никто не был исключен. Тот, кто в роду когда-либо родился или появился в род, пришел в род как муж или жена, он остается в этом роду навсегда. Вот этот вот закон принадлежности, он действует. Я, вдохновившись этим методом, разыскала своему папе его родного сына от первого брака. Да. Вот. И он приехал на 70-летие. Ну, это вот такие буквально судьбоносные события. То, что касается моих детей, вы знаете, у меня с ними всегда были и есть очень хорошие отношения. Вот. У меня старшая, когда впервые побывала на группе, где я делала расстановки, она была уже, ей было за 20, наши отношения сразу же улучшились. как полезно водить детей на расстановке. Она сказала, мама, я даже не ожидала, что ты можешь это делать. Зауважала. Зауважала. А младшая, она вообще в теме, она абсолютно в теме, она любит ходить на расстановки, когда у нее была эта возможность. Когда она сейчас приезжает на каникулы, она тоже всегда приходит на мои группы. Река жизни, она течет в одном направлении, от старших к младшим, от младших к тем, кто родится. И когда кто-то из потомков поворачивается и начинает помогать, а мы из любви к роду это делаем, вот так действует коллективное, да, бессознательное. Мамочка, я готов тебе помочь, бабушка, я готов помочь, бабушка, ну, я сейчас говорю то, что ребенок не осознает, но мы это видим, например, в расстановках. Вы хотели еще две книжки посоветовать. Да, две книжки. Первая книга это ученик Барта Хеллингера с Вагита Либермайстер. Книга называется Корни любви. Она очень просто читается, ее можно читать с самого начала, а можно найти какие-то истории, которые, ну, наиболее вас интересуют. Там, может быть, это алкоголизм, или, может быть, где-то в семье был суицид, да, то есть, можно посмотреть, или какие-то не ладятся партнерские отношения. Вот, а вторая книга, это тоже ученик, первый ученик Барта Хеллингера, Гудхард Вебер, книга называется «Два рода счастья». Я рекомендую именно эти две книги, потому что они написаны очень понятным языком. Татьяна Викторовна, спасибо большое за этот необыкновенный разговор. Хочется пожелать каждому нашему зрителю найти свое правильное место в родовой системе. Следующая встреча наша будет посвящена другой, очень важной теме, такой более земной, это отношение с финансами. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»